Хочется с вами сегодня поговорить о феврале месяце 2020 года. Смотрите, зимние праздники закончились, и мы думаем, а что же дальше? Чем дальше нам вдохновиться? Масленица нам неинтересна, 8 марта нам неинтересна. Те праздники, которые мы можем зачеркнуть, мы зачеркиваем, потому что они уже как бы истерзали нас во времени. Но никогда человек не откажется от 14 февраля, день влюбленных, день Святого Валентина. И вот мы, художники, и думаем, чему бы посвятить наши картины, если мы хотим рисовать взаимоотношения людей между собой. Я один раз попробовала такое сделать, когда обратилась к образу Коко Шанель. Видите, вот такая книга у меня есть, которая документально рассказывает о её всей жизни, с её фотографиями, с её рассказами, с её похождениями, с её горестями и с её завершением жизни. Я когда такую книгу читаю, у меня перед глазами вырастает вся картина жизни человека. И я начинаю брать пример с неё. Если она что-то интересное делает, я пробую тоже это делать. Если она что-то плохое делает, я это не делаю. В общем-то, почему я это всё говорю? Вот таких книг есть много. Это и про Вертинского есть, и ещё про разных известных, ну, деятелей культуры и кинематографа есть. И вот сегодня слово немножечко о кинематографе. Здесь остались три работы буквально, которые остались в продаже вот этого проекта Коко Рико, который я делала. Везде цитируется образ Коко Шанель в виде, вот, где-то вставлялись фотографики её жизни, да, допустим, когда она познакомилась с морем, да, как вот морское пространство, как она осваивала какие-то самокаты, там, велосипеды, машины. Вот где-то есть вот такой натюрморт, там, где я цитировала фотографии Коко, когда они переодевались там в этих замках, мужчина с женщину, женщина в мужчину. Это я вам рассказала то, что я делала. А теперь мне хочется вам предложить всё-таки вот на День влюблённых обратиться, знаете, к кинематографу 20 века, к середине. Когда ещё кинематограф не был истерзан такими какими-то вливаниями, ну, бездуховной жизни самого режиссёра и всей команды режиссёрской, да, когда это всё не было ещё монетизировано. Когда был Карло Понти, когда был Витория де Сика, когда была Софи Лорен, вот сейчас вот мы обратимся, да, к образу Софи Лорен, Софи Лорен, итальянское кино, и, конечно же, Марчелло Мастрояни. Вот эти четверо. Карло Понти был мужем Софи Лорен, да, и он её постоянно двигал как самую красивую актрису, и вот такой вот как действительно арт-объект, без которого неинтересны были бы другие фильмы, да. И вот он её снимал в разных, как бы, в сопровождении разных образов. То она графиня из Гонконга, то она просто обычная итальянская продавщица папирос, да, то она проститутка, то она какая-нибудь царица, да, там, савская. То есть он постоянно эту актрису делал желаемым женским образом для всех остальных мужчин, которые смотрят фильм. И действительно, смотришь фильмы с Софи Лорен и с Марчелло Мастрояни, с которым ей было больше всего удобно играть любовные сцены, смотришь и больше ничего не видишь, никакую массовку, никаких пейзажей, никаких итальянских двориков. Всё только на их лица, всё только на их взаимоотношения. И, конечно же, если вы пойдёте на наши два мастер-класса, которые посвящены Софи Лорен и Марчелло Мастрояни, то я вам советую сначала посмотреть два фильма. Это «Вчера, сегодня, завтра». Это такие там три фильмика про любовь, да. И вот эти вот взаимоотношения мужчины и женщины настолько показаны глубоко, что вы можете даже и домысливать это всё, и кое-что убирать из режиссёрской, допустим, традиции, да, и как-то завершать по-своему незавершённый сюжет. Вы понимаете, какой мастер был вот этот Витория де Сика, а Карло Понти, конечно, искал деньги на это всё, да, и свою жену как бы представлял, разрешал ей сниматься с другими мужчинами. И вот посмотрите на эту фотографию, это фотография, когда Карло Понти разрешил Марчелло Мастрояни соединиться с Софи Лорен вот в такой вот позе. Как бы, ну как, как показать любовь, да? Я думаю, что если вы посмотрите фильм «Брак по-итальянски», вы тоже очень многое поймёте в глубине взаимоотношений мужчины и женщины. И вот мы с Владимиром придумали два таких небольших мастер-классика, которые нам помогут с помощью вот этих двух знаменитых актёров, Софии и Марчелло, хоть приблизиться к состоянию влюблённости, да, мужчины и женщины. Это будет натюрморт, два хрустальных бокала. Там, где один хрустальный бокал будет наполнен вином, да, красивейший, а второй будет как бы падать на него и облакачиваться на него. То есть два хрустальных бокала с красным вином символизируют образы человека, который позволяет себя любить, это Софи, да, и который любит, который разрешает, да, ну, первый разрешает себя любить, а второй любит и просит, да, любви. Всегда такое есть. Ну, у них в разных фильмах по-разному идут вот эти вот градации человеческих чувств. Посмотрите брак по-итальянски, вам должно очень понравиться. И почему я хочу вам предложить такое действие, как вдохновляться у кинематографа? Во-первых, потому что это настоящее искусство, да, если мы будем старое итальянское кино смотреть, да, там Антониони, Феллини, там они все собрались. Восемь с половиной надо посмотреть, там, где Марчелло просто отбивался от этих женщин, как только мог, и потерял творческую энергию, потому что они его растерзали. В общем-то, чтобы мы могли подсматривать у режиссеров старого итальянского кино, ну, 20 века, подсматривать глубину человеческих взаимоотношений. Мы не можем рисовать человеческие образы, да, допустим, картины с людьми, если мы не знаем, как один человек глубоко относится к другому. У кого мы можем подсмотреть? Хорошо театральщикам, которые ходят по спектаклям, да, знаменитым в Санкт-Петербурге, в Москве, в Праге, в Париже. А нам что остается делать? Подсматривать у кинематографа. И именно у тех режиссеров, которые прошли проверку временем. То есть я вчера посмотрела «Брак» по-итальянски, как будто я его никогда не видела другими глазами. Вы понимаете? Ну, а слезы в конце фильма – это аплодисменты режиссеру, вы понимаете? Вот, поэтому я вам предлагаю натюрморт с двумя хрустальными бокалами, так, с красным вином. Один ровно стоит, позволяет себя любить, а второй наклонился, уперся на него и просит, можно я буду тебя любить? И, конечно же, мы сзади этих бокалов чуть-чуть процитируем парочку эту. Мы найдем эту парочку там, где она нам больше всего нравится. И попробуем сделать персонификацию образа, ну, вот как я в «Коко Шанель», да, в проекте «Коко Рико» я цитировала фотографию «Коко» для того, чтобы она присутствовала. Да, если она присутствует на картине, да, даже в виде старинной фотографии, побитой такой временем, то тогда дальше мы можем развивать сюжет в ту сторону, которую бы захотела «Коко Шанель». Вот если она присутствует в старой фотографии, да, вот здесь, здесь, то дальше мы развиваем сюжет уже натюрмортным образом. То же самое мы сделаем с Софи и с Марчелло. Вот. И, конечно же, сделаем мы еще один мастер-класс, который называется «Зарождение любви». Это будет двухфигурная композиция, которая нам покажет, что люди иногда, ищущие любви, ищущие свою вторую половинку, иногда не замечают того человека, который всегда рядом с ними находится, когда-то вот проходит мимо, но они не замечают, что это их человек, с которым можно было бы развить отношения, да, вот сначала любовные, дружеские, а потом на всю жизнь супружеские. И иногда человек в суете бежит по миру, и как бы ему пространство говорит, вот же твоя вторая половинка, а он пробегает и не замечает. Поэтому мы сделаем двухфигурную композицию, там, где мужчина, девушка и юноша проходят мимо друг друга, и только пальцы их рук, цепляясь немножечко, их тела, ну, их руки говорят о том, что они пара, остановитесь, загляните друг другу в глаза, начните разговаривать, возможно, это ваш человек. И вот мы такую композицию попробуем сделать. Человек в движении, два человека в противопоставлении движения, и, конечно же, это и Софи, и Марчелло. Мы оба мастер-класса посвящаем этим великим итальянским актерам, которые, ну, просто как родные стали уже.